Всем привет, мои хорошие! Время полдевятого, уже полчаса я занимаюсь техподдержкой YouTube. У меня возникли некие проблемы, которые нужно решить. Я ненавижу, когда что-то не работает, что-то глючит, раздражает просто. На улице здесь был дождик. Холодно, кстати. Сегодня нам ещё на свадьбу. Надо что-то тёплое надеть. Сначала во влогах я себя снимаю в ужасном виде, а потом мне стыдно пересматривать эти влоги. Гениально просто, да? Сегодня, кстати, я ещё иду на макияж к очень крутому специалисту, и я буду там снимать, показывать вам, как меня преображают. Самой даже интересно, как всё будет. Но пока что ещё рано, время есть, поэтому можно немножко порисовать или просто подавтракать. Хотя можно и мук-мак снять, но у меня что-то настроения нет. То есть сейчас такое, знаете, подавленное настроение. Я всё думаю о том, о Сёме, о своей жизни. Ещё плюс погода такая, что прям депрессия. Посмотрите, какой порядок у меня в шкафу. Как всё аккуратненько лежит. Какая умничка. Сейчас надо быстро одеться, и я еду на макияж. Поснимаю вам, кстати. Сейчас, наверное, джинсики какие-то одену. Вот джинсов у меня много, а ношу я почти одни и те же. Вы просто посмотрите на эти брюки. Вот я завязываю. Огромная проблема для меня выбрать джинсы, которые будут на мне сидеть. Всё большое, всё в талии большое. Вообще везде большое. Казалось бы, у меня много брюк, но если честно, они все мне большие. Вот я не знаю, что делать. Может быть, дать швее, чтобы она уменьшила. Или где купить супермаленькие джинсы, пишите в комментариях. Под такую дождливую погоду мне всегда хочется использовать вот этот аромат от Тоус. Он такой нежненький, еле-еле улавливающийся. Очень крутой. В общем, сегодня я буду с ним. Я вообще сегодня умничка. Прикиньте, я смонтировала видео. Даже успела смонтировать видео. Столько всего я сделала за сегодняшний день. Я беру с собой телефон, камеру, ключи, обязательно жвачку. Обязательно, куда бы я ни шла, всегда беру с собой жвачку. Чтобы от меня не воняло. Вот так вот закрываем. Люблю я такую погоду, конечно. Сейчас таксист тоже должен приехать уже. Обычно в такую погоду я просто сижу дома и кайфую из окна. Сейчас приходится кайфовать на улице. Только сейчас заметила, что у меня на кофте оказывается пятно. Ещё плюс опаздываю. Так, девочки, я уже на месте. Посмотрите, здесь какая красота. Как много всего красивого. Сейчас мне будут делать макияж, наводить мне красоту. Я такая без макияжа, просто в ужасном состоянии. У меня начались опять прыщи. Но да ладно, ничего страшного. Сейчас всё замажем. Даже не знаю, что мы будем делать. У меня нет никаких абсолютных идей. Я думаю, пусть специалист сам решит, что мы будем сегодня делать. Так, мне кажется, стул немножко подвинуть назад. Хотя неудобно будет тебе. Нет, наоборот, я тут хожу всегда. А здесь будет шнур, тебе будет неудобно. Что делать с этим? Ну тогда всё, пусть так будет. Это база под макияж? Это серум для лица. Он нужен для того, чтобы тонал хорошо лоджилось. Я никогда базу не использую. Либо я нехорошую покупаю всегда, либо мне она не подходит. Но я даже тоже не люблю базы и праймеры. Мне больше всего нравятся вот эти серумы. У меня эти прыщи появились где-то 4 дня где-то как появились. И появились после того, как я начала пользоваться гидрофильным маслом. Мне в комментариях написали, может мне не подходит оно или ещё что-то. Может быть, может. Смотри, как высыпало ужасно. У меня тоже есть гидрофильное масло, не буду назвать какого бренда. Но мне тоже не подошло. И у меня начала кожа как бы слазить с лица. И появились не прыщики, не как-то у тебя, а вот подкожные как будто, как белые. Мы сейчас сделаем такой загарный эффект. Всё-таки это будет вечерний макияж. Вот я перекрою криоланом. Вообще, когда я начинала YouTube, я мечтала быть бьюти-блокинг. Да, потом руки росли не с того места, поэтому не получилось. Я боялась раньше снимать, выставлять что-то на показ. У меня тоже всегда был закрытый профиль. Один раз я сняла TikTok-видео. И... Макияж сняла? Да. Просто как правильно нарисовать стрелку на новейшее веко, да. Увидела, что мои видео уже в рекомендациях. Очень многие подписались на меня прям с Азербайджана прям. С Казахстана тоже почему-то всегда. Не с России, не с Украины, а с Казахстана. Это недавно было, потому что в России, как я знаю, наши видео не выходят. А потом увидела, что ко мне хотят записаться на макияж. Мне кажется, это такая интересная работа. Интересная. Творческая. Хотя, наверное, люди разные. Люди очень разные. Еще бывают капризные клиенты. Но бывают вообще очень милые и добрые клиенты. Да. Последние. А у тебя еще курс есть, да, свой? Да. У меня как бы два курса, сам себе и за жизнь. То есть необязательно, если ты хочешь учиться, можно просто для себя? Да, для себя тоже можно. Так берите на заметку, девочки. Кто хочет, я вам оставлю внизу ссылочку, переходите. Я даже смотрю уже два года. Да, я даже не знаю, может быть дольше. Да. Да. Я... Как я вообще нашла Айку? Как? Тебе есть, кажется, двойная сестра. Я забыла, как ее зовут. Она снималась в сериале. Она не двойная сестра. Айсель. Айсель, тебе привет. Да. Да, у нее с родинкой еще было, кто же хвостик собирает. Я такая, типа... А я на ютубе видела тебя, но я не смотрела, да, видела. Не знаю, не знала поэтому. Усталый, да. И я, в общем, нашла ее в Инстаграм. И увидела фотку с Айкой. И я такая, типа, а, значит, это ее... Вот так же она у меня пошла, да. Я начала уже смотреть видео Айки. Вот с тех пор я смотрю. Я забыла, какой-то был сериал. Какой-то азербайджанский был сериал. Да, 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 да. Она в азербайджанском сериале снималась. Я всегда боюсь много тонн наносить, но сейчас я смотрю, что классно смотрится. Еще от цвета тоже много чего зависит. В смысле, от цвета? Да. Ну, сейчас на борт при таком свете все недостатки видны, мне кажется, да? Да, но мы их перекрываем, да. По возможности. По возможности. Мы еще не закончили, еще все в процессе, но мне уже девочки очень нравятся. Такие классные стрелки получили. Сейчас еще будут ресницы. За сколько мы управимся? Где-то уже... Я еще опоздала. Я думаю, за... Не знаю, даже 20 минут. Угу. Смотрите, какая красотка стала. Осталось теперь определиться с помадой. Мы никак не можем. Думаем, красную сделать или сделать амбре. Мастер, естественно, ищет работу посложнее, поэтому говорит, давай сделаем амбре. Вот, со светом, кстати, лучше. Вообще, мне кажется, я немножко поменялась с этим макияжем. Вообще, выгляжу по-другому. Да, непривычно, реально. Особенно макияж глаз. Вот эти вот стрелки мне очень круто, мне кажется. Все, буду теперь делать так, если смогу. Так, мы сейчас, кстати, думаем. Как ты думаешь, что? Какой лучше? Мы выбрали этот цвет. Да, давайте его. Этот совсем, мне кажется, темный. Этот как раз. Или вот этот, или вот этот. Вот эти вот два изобилия красного. Может, все-таки этот. Этот потемнее немножко. Ну, давайте вот этот тогда. Этот. Все, решили. Девочки, просто вау. Мне очень нравится. Прям я не похожа на себя. Классная помада. Близи вам показываю. Волосы просто решили выпрямить. Ничего такого сверхъестественного делать не хочу. Мне и так все нравится. Так, я жду такси. И хотела при дневном свете тоже вам показать мейк. Честно, я просто в восторге. Мне очень-очень нравится то, что у нас получилось. Нормин просто красотка. Мне очень она понравилась. И, возможно, мы даже снимем мукман. Если вам интересно, если вы хотите видеть ее на моем канале, то обязательно пишите в комментариях. А ссылочку на нее я обязательно оставлю. Тоже переходите, подписывайтесь, смотрите ее работы. Возможно, вам тоже нужен визажист в ближайшее время. Результат, как вы видите, на лицо. Мне тут еще, кстати, подарили подарочек. Это парфюм. Обязательно вам дома покажу. Очень классно упакованный такой. Смотрится очень круто. В общем, дома покажу, что доеду. Как всегда, ничего не успеваю. Вообще, надо было уже в платье ехать делать мейк. Мама меня подождала оттуда недалеко. Но нет, пришлось возвращаться и сейчас ехать обратно туда же. Еще эта тачка. Простите, соседи. Это было сделано не специально. Плюс еще ко всему. Еще и лифт не работает. Прикиньте, один не работает, а около второго там просто 30 человек. Я решила подниматься пешком. Слава богу, я живу не на 18. Видимо, из-за дождя или из-за других факторов. Еще именно и час пик в этот момент, когда начинается свадьба. Поэтому в пробке сидели около часа. И если честно, опоздали на свадьбу. Но слава богу, жених и невеста пока что не зашли в зал. Но все остальные гости уже были на местах. Свадьба прошла просто замечательно. Мы с мамой даже немного потанцевали. Еда была вкусная. Стол переполненный. Единственное, уже на процессе монтажа я обнаружила, что не показала вам свой образ. Платье, туфельки. Хотя в предыдущих влогах я вам все это показывала. Но все вместе, как получилось, запечатлеть я забыла. Особо даже истории тоже не снимала для инстаграма. Просто когда свадьба закончилась, я обнаружила, что я ничего не засняла. Кстати, мы ушли со свадьбы очень поздно. Я считаю, что это немножко неуважение уходить со свадьбы слишком рано. Некоторые так делают. Просто дарят деньги и уходят. И там пустые столы. Это смотрится очень некрасиво. Поэтому мы отсидели прям до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Высокое качество. Давай еще раз покажите. Хоть до того ты. Уже на следующий день села все это дело монтировать. И обнаружила, что оказывается я вам не показала подарочек. Что мне подарили? Мне подарили вот такой вот прекрасный аромат от Gloria Parfum. Вчера просто нанесла на кисть руки. Посвочить, так скажем. Послушать аромат. И до сих пор пахнет. Очень мне нравится. Классный такой аромат. Это вроде как Kylian. В общем, огромное спасибо Нормешке за такой классный подарок. Ссылочку, кстати, на этот аромат я вам оставлю, если вы тоже хотите заказать. Мне кажется, очень крутая презентабельная упаковка. Все смотрится невероятно эстетично. Я, в общем, от души могу вам советовать. На этом, пожалуй, я уже вынуждена с вами попрощаться. Надеюсь, что этот влог вам понравился. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка.